Герои есть в каждом. Мегафон. Киберспорт начинается с тебя. Включайся. Итак, друзья. Всем самого привет. С вами Кристал Мэй. Мы смотрим третью карту в рамках L.D.L.C. про Дефенс. В сегодняшнем первом Best of 3 на АЕМ катарится закрытой квалификации к европейскому минору. И, соответственно, финны сейчас будут пытаться продолжать камбэчить. L.D.L.C. будут стараться здесь, соответственно, не проиграть. Но, опять же, в данный момент, наверное, они здесь являются аусайдерами после предыдущей карты. Еле-еле они выиграли свою. 16-14 был четвертый джессе 2. Ну и Аллы тем временем все-таки наносят смертельный урон по Логану. На заход от L.D.L.C. на Плэнтс. Постановка бомбы. И все здесь будет под контроль мой L.D.L.C. Вопрос другой. Что? Инсам сейчас надо выделать рейдейк. У них есть смок, у них есть диплскиты. Это более чем позитивно. С той точки зрения, что... Соответственно, у тебя есть идеальный набор диффузера. Ну и до свидания от Сергея. X7 минусует еще и... Да, но им даже надо было их минусовать. Они просто-напросто взяли и зашли. Весь плюс был для Энсов в том, что заход был с разных сторон. То есть у тебя есть контроль над Эльпоном, есть контроль над коннектором, есть контроль над ямой. И L.D.L.C. были в центре всего этого... В эпицентре сражения вокруг этих точек, да. То есть ни одной точки, которая могла бы тупо закрыться и контролить сугубо бомбу. И из-за этого, соответственно, в принципе, получилось все сделать настолько качественно. Ну, плюс стрельба, это понятно. Но я имею в виду именно позиционно. У них была явно выигрышная ситуация. Плюс еще есть смок диплскиты. Это штука, которая очень сложно контриться. И Риал, тем временем, вместе с Эргием будут выходить у нас на верхний мидл. Здесь три человека, их ждут. Да, где-то минус один, минус второй. Господи, как же они шинкают людей. Ну, в общем, L.D.L.C., походу, не задалась. И эта игра с самого начала. Напомню, что на нюкке они тоже крайне слабо выступили. Особенно на первой половине на дефенсе. Там было все совсем грустно. На второй половине, в принципе, уже было предсказуемо то, что они проиграют. Но... Это выглядит крайне-крайне печально сейчас для L.D.L.C. Манек, правда, убивает Алексей. Ну и тот человек, за которого надо зацепиться, это, конечно, Тойно. Потому что он все-таки демонстрировал неплохой геймплей на протяжении первой игры. Так что тут важно, конечно, важно понять и простить. Ну, все еще L.D.L.C. является аутсайдерами этой встречи. Это и так прекрасно понятно. Энси все-таки чувствуют себя явно намного лучше. Но и у них не без ошибок, что называется. Поэтому все еще могут быть определенные проблемы на первой половине с той же самой экономикой. Например, да, и сейчас X7 на Алое Сергея проигрывают раунд. Все-таки, если они отдаются. Дов-дов-эк вам, Анеку, то мы все прекрасно понимаем, к чему это все может привести. Так, Дов-дов-эк проседает. Ну, в конце концов, судя по всему, он проиграет в этом противостоянии. Да, ошибка Дов-дов-эк. Что ж, в конце концов, 3-0 и очень крутой контур-пуш на миде. В общем и целом, закончил раунд. То есть, в тот момент, когда Сергей и компания сделали 3 киллап по медовым игрокам L.D.L.C., которые их ждали там, да, то есть, по логике вещей они должны были с ними перестрелиться. Потому что они были полностью готовы к подобному маневру от игроков в защите. То, защита, точнее, то он, соответственно, на этом раунд весь закончился. Двум игрокам уже на планете делать было нечего, кроме как ставить бомбу. L.D.L.C. теперь уже без денег выбегают у нас, соответственно, на девайсе противника. Нерил направляет 2 килла. Ало сражается у нас с Аманеком. Ну и тут все прекрасно понятно. Хотя, вот он, фидшот есть, но это все, что он может сделать. Значит, четвертый раунд на наших экранах пока что без борьбы совершенно. Французы ничего не могут сделать здесь. Что, в общем и целом, и требовалось пока доказать, да, потому что все было 3 шло примерно таким образом, что, да, L.D.L.C. на самом деле могли бы и D.D.A.S. 2 поиграть просто. Энцы там реально очень много чего попутали, но и пристойно. Да, очень достойно. И Алекс также. Алекс вообще лучше. И на сервере был на протяжении D.D.A.S. Я уверен, что он был бы и не так плохо на Никей, если команда давала бы ему больше возможностей. D.V.D.A.S. тем временем разменится 1 на 1. Алексей на тэксмаках у нас красиво все сделал. Сейчас раздамажил Логана, отошел. Ожидал, что он, конечно, Логаном прикончит, но не получилось. В любом случае, самое главное, что он смог сохранить собственную жизнь. Но L.D.L.C. собирается сейчас перегруппироваться в стороне КТ-спауна. Точнее, Т-спауна, прошу прощения. И будут выходить у нас на Аплэнд. И выйдут ли? Вот вопрос. Ну да, да, выходит. По раскидкам все есть. Есть 1 смок 3 молика. Этого, в принципе, должно быть достаточно, чтобы отмолотвить 3 позиции. Хотя можно, опять же, да, сохранить часть молотовых и выйти просто-напросто поднять смок под 1 молик. Чтобы потом, впоследствии, на ретейке, на защите из-под ретейка, точнее, уже были возможности. Ну нет, они тратят молотов наверх, тратят молотов на нинджа. Но при этом всем, Аллу все еще не горит. И Аллу делает таки логично. Нет. Аллу пошел спрей, знаете, такой, покасательный по всем. Ну, очень красные, очень красные L.D.L.C. остались в этом моменте. Коман, кстати, все еще носит с собой таги низфицов. Продолжаем смотреть 5 раунд. Вот это Аллу. АВП у него вместе с АЛЕКСой. Они в 2 АВП у нас играют. И Аллу просто уходит в сторону коннектора. Маги от него. Отошел обратно. Л.D.L.C. в свою очередь сейчас будут заходить на коннектор. Одновременно сплитуя с АПЛЕНТом. С ЯМой, в смысле. Их7 уже убивает Алекса. Ну и здесь важнейшая часть карты, конечно, принадлежит Логану. Если он сможет выйти здесь на джангл и зайти в спину противнику, то у него все просто будет замечательно. Да, вот он разошел. Убил Аллу. Тем временем Сергия отвечает под ВДВЭКу. Алексей ждет, соответственно, выбора от Аманека. Аманек просто простреливает его в стену. Лол. Это сильно. Это крепко. И он ВДЛС начинает набирать свои раунды. Судя по всему, потому что у Их7 здесь не самая завидная позиция. Это информация о том, что есть противник здесь. Но и Логан справляется с Сергием, его шифтом. По-моему, там, кстати, еще и свет так падает, что можно увидеть заранее тень. Если я не ошибаюсь. Ну и остается только Ариал вместе с Их7. Они, в принципе, еще имеются шансы. То, что Их7 шикарная позиция. Кроме этого, он еще кидает молотов по Тойну. Но Тойну все-таки смог дать ему хэдшот перед тем, как умереть. И теперь вопрос в том, что Т1. Кусачек нету. Сусственно, байт есть. Но, опять же. Ой-ей-ей. Какой хороший маневр, на самом деле. Взял, убил одного. Пошел еще байтить. Сусственно, противник должен будет играть против него в упоре. И Аманек справляется. Это 3-2. Но тяжелый раунд для ЛТЛС. Мог бы быть намного проще. Ну и самый главный момент, это, конечно, Тойну, который убил с белого апартамента. Апы должны были там проходиться. Стоять все, взять то, что молотов реально полетел именно в Тойну. Так что такое. Близкий раунд, я бы сказал. Близкий раунд для ЛТЛС. Тем временем у нас выход от Алекси. Пошел дэмэдж по Алексу, соответственно. У нас Алекс и Алекси. Еще давайте добавим Сашу немножко. Ну и постановка бомбы от ЛТЛС. Логичный совершенно. Экономический раунд. Ничего особенного. Громче. Вы имеете меня, что ли? Давайте я погромче сделаю. Так будет нормально? Пам-пам-пам. Ну и здесь все прекрасно понятно. То есть момент в том, что ЛТЛС прекрасно осознавает то, что экономический раунд противник. Он может опять пушить на мидл, как только получили информацию по этому поводу. Выпушили А. Поставили здесь С4. Неплохо. Неплохо. Ну что касается правильных сражений, соответственно. У нас идет противостояние XCOM против Virtus.pro. ВП могут проиграть второй эшелонным или третий эшелонным. Наверное, даже третий эшелонным полякам. Потому что лично, ну я, например, не знаю никого здесь, кроме Оскариша. И... В общем, и все. Ну вот. Соответственно, Virtus обязаны такую команду переигрывать. Но, судя по всему, у них пока с ними проблемы. Хаешка по Аманеку влетает. Молотовые, соответственно, ответные там неудачные. Я так понял. Или они просто на то, чтобы кого-то там найти. Ну и Алексия ждет, когда же все-таки к нему придут. Приходят с интерграунда, убивают Эрила. А Алексия сейчас откинет Хаешку. Сочно. Сочно прилетает. Очень даже. Там она не только убивает Логана, но и дамажит Аманека и Алекса. Так что теперь они чувствуют себя крайне неуютно. После подобного маневра. А, он взрывает голову Алекса. Ну теперь самое главное, конечно же, понять, куда же пойдет LDL-C. То есть, Тенция вроде контролит неплохую часть карты. У них есть, ну, был до этого B-плайнд, A-плайнд в виде Дальпена. Плюс миддл от Алексия. В данном позиции, да. Это будет, кстати, А. Энсы угадывают в своей перетяжке. И ТМЛ-ДЛС придут сейчас в капкан. Но, на самом деле, позиция все равно не самая лучшая. Да, у Сергея достаточно дефолтная. И у Х7 тоже. Так что никаких поджатий здесь не было. Смог от Тойну на фейк, я так понимаю. И заход, соответственно, от Аманека с Моликом. Да, интересное решение. Так, тем временем убивают они Сергея. Ну и вот бомба будет поставлена под яму. Ну или под дапы, неважно. Ну и там. Минус один. Минус второй. Как же Х7 просто режет их на части. Ну и Тойна имеет все шансы здесь взять этот клатч. Потому что хоть один на два, но Тойна очень круто стоит. И пройти его практически невозможно. То есть, будь, опять же, смог. Смог, кстати, есть. Можно его даже закинуть. Можно подкинуть его просто на бомбу. И понадеяться на то, что у Тойна нет ничего, что может убить, соответственно. Но у Х7 еще и дефуз киты. Имеется, начинается прострел. Неплохо. Х7 отходит на пару сантиметров. Тойну. В конце концов, приграет в этой перестрелке. Х7 успеет ли раздефузить бомбу? Да, успевает. Шикарная работа от Х7 на трипл килл. И здесь он прям на тоненького сыграл. Отошел. Подождал, когда противник доспрейится. Понял, где он находится в точности. И вышел. Подпрыгнул на ящик. Вышел и убил его. В общем, крепко. Крепко. Очень хороший раунд, Али, от Х7. ВП все равно дальше по сетке отлетает от СС. Даже если сейчас выигрывает Аргене Нужен Состав. Но этот... Так у них, в общем и целом, это не впервые. Так что посмотрим, что будет происходить по поводу этого состава. Опять же, слова формата Аргене Нужен Такой Состав звучали еще очень-очень давно. Но это еще ни к чему не привело, и это нормально, потому что Аргене Нужен не должна... Точнее, не обязана прислушиваться подобного рода. Ну, а вот это, вот то. Вот. Но на самом деле, да, скорее всего, ВП могут не выйти на этот майнер, и это будет большим ударом. Ирил тем временем убивает Тойну. Остается Алекс вместе с Дуду Веком. И ситуация 2 на 2, в которой я, честно говоря, не знаю, на что вообще смотреть. Тут просто прямо... Тут прямо... Х7 пошел в упор. Говорит, пацаны, сейчас буду убивать Дуду Века. Дуду Век... Да, попал по ноге. Это жестко. С ВП причем, да, опять же. То есть он должен был здесь убивать. На самом деле, Алекс остается один. У него 42 хп. Он с эзехой. Он несется, соответственно, с СА и С4. И с позитива у него есть смок и молик. Это можно использовать для дефенса, соответственно, на Б-точке. Третья карта, да. У нас 1-1, и здесь видишь звездочки. Серия из трех игр. 1-1, счет. И это, судя по всему, еще один раунд для Энс. Это 5-3, LD, LC, поверженные по экономике, как минимум. То есть они хотя бы получили плюсы. О, да. О, да. Bad Man, что так все, да. Ну и раздевывать бы бомбу надо. Так вот, что касается, соответственно, LD, LC, у них не будет денег, несмотря на постановку бомбы. Они сейчас могут, конечно, купить себе что-то типа полуфорса, да. Это полубая, там, в виде пистолетов, плюс арморов. Ну и пауза. Паузечка. Так, что там у нас по поводу параллельных встреч? Соответственно, 8-2 от XCOM'ов. Детас про проигрывают. Пока что. Но это будет, конечно, очень большой удар по ним. АПЛГ Grand Slam, это, получается, уже LAN, да, будет проходить. Да, да. LAN с сегодняшнего дня начинается за 100 тысяч долларов. Очень слабая команда, не считая Hell Raiders и Fnatic и Vanguard. Ну, если считать, конечно, что тут сильные команды, то можно их внести еще в список, но... Ну, вы понимаете. Не так ли? Тем временем Аллу выносит до ВДВ-ка. Сейчас на LDLC пока что вообще без вариантов, без шансов. Хаешечка неплохая, прилетает Тойну. Плащечка против Логана. Смог под себя от X7. Быстрый врыв от LDLC. Ну и до свидания. 6-3. Ну, понятное дело, экономический раунд. Кто хочет мерч ENDS, пишите в ЛС. У тебя есть мерч ENDS. В самом деле, мне, кстати, не очень нравится их лого, не очень нравится этот коричнево-красный стиль. Коричнево-красный вообще никогда красиво не смотрелся. Вот. Но у них, ну, не знаю, очень странный формат. Мне даже нравится название, и мне нравится очень сама по себе команда, но вот, честно говоря, дизайн такой. У форварда, кстати, можно заценить. Вполне себе сейчас милашная форма новая. Ну, смысл, новая. Она единственная, которая появилась в том, что камни в топ-топах сформировалась. Это коллектив по доте, если кто не знает, организация смысл. Так, новая, которая играет Рома Резолюшн. Алексия, пошел прострелла. Алекс умрет, но нет. Нет, в конце концов, он выживает здесь. Надо идти на Б. Здесь Аллу. Аллу крайне важно жить. Аллу крайне важно было хоть что-нибудь здесь делать. В конце концов, подмены в позе ЛДЛС. Они могут взять себе четвертый раунд. И, ну, по экономике, понятное дело, что Аллу Юнсов будет бань, но все же это все равно будет опасно, потому что в следующем у них, в тысячи, после следующих месяцев они проигрывают в следующий, не будет бань. Эрил. Вот, последний здесь надо сэйвить. Слушайте, ну, это было близко, на самом деле. Я Реол, как всегда, просто красавчик, просто монстр, реально, триплкилл. Я не знаю, обычно он не настолько сильно отличается от своих тиммейтов, да, настолько сильно выделяется, но... Ну, и в этой карте, кстати, тоже, да, у него до этого было всего три килла. Но все же, опять же, в важных моментах он исполняет очень-очень красиво. Мне нравится коммитить идол твой кайс, только если это интересные игры и важные игры. И... Алекс. Ну, размин один в один, на выходе с ямы, все по дефолту, но это фейк, на самом деле. ЛДЛС исполняет красивый раунд, я люблю фейки, это всегда интересно посмотреть. И самое интересное, что у Х7 только один он здесь, у него нет калпы. Это раз, и это два, второго не будет, и, соответственно, здесь уже без... Лежит Эрил у нас на апартаменте, Алексею надо тупо жить, ждать. И самая главная проблема, это то, что Эрил сейчас услышит, он услышит Логана, убьет его и правильно все сделает. Ну и у Монак остался один, вроде раунд был неплох, но в конце концов вот эти микро ошибки позволили... ...взять. В смысле, позволили снести эту ситуацию один в три, а у Монак очень мало шансов. Что думаешь по поводу Спраут Кингвин? Я думаю, что я не знаю, не смотрел ни тех, ни других вообще никогда, наверное. Ну, Кингвинов я видел последний раз года два назад, наверное, если я комментировал. А Спраутов, ну, тоже миллион лет там, типа, не знаю, на каком-нибудь условном геймхаке. Монак откидывает молики, флешки, но это не помогает, хоть и сжигает он от дома из игроков. Лол. А он выиграл раунд. А у них не было диффузки толст? Я думал, у них были диффузки толсты. Вроде они были у них, видимо, тот, кто и диффузил, как раз таких и имел, и не смог их додиффузить, потому что смока не было, чтобы потушить огонь, и... А Монак соло выигрывает против трех раунд. Красавчик. Красавчик, 6-5. Жестко. Жестко. Алло. Пять молоток от себя. Здесь пока все нормально. Опять же, соло девайс, да, это такое себе. Пять молоток от себя. Пять молоток от себя. Политва. Субтитры сделал DimaTorzok НГБ, Братишкин и Паша Дизель Вот, короче, какие-то чили-босы Ну, Букера-то я знаю, наверное, это единственный, у кого я знаю, кроме Аляши Их обоих, кстати, я еще знаю просто потому, что я лично их знаю ГБ, наверное, вообще не был в курсе Вот, но круто, благотворительность это хорошо И помощь детям тоже прикольна А мы продолжаем смотреть На меня смотрит вся Россия Пусть все Пусть все летит Пусть все Смотрит Тем временем, LDLC в девайсном раунде НС тоже Предыдущий был экономический Как вы понимаете, там ничего не происходило 6-6 И максимальная борьба пока С максимальным количеством раундов Что не может не радовать Логан тем временем выезжает на мидл И заход вместе с С4 на Апленд Здесь в упоре находится противник в смоках И как неудачно Как неудачно играет Эрил здесь Но в конце концов он делает свой килл Точнее, Алекси там, по-моему, был И Алекс вместе с Тойной Аманеком Все еще не поставили бомбу на Апленд А гранаты уже закончились Почему уволен-то? Рассказал вам о добрых людях Среди нашего комьюнса стримерского И твичевого По-моему, это круто По-моему, благотворительность Именно когда ты делаешь ее не в формате Типа, вот, смотрите, больные люди А ты делаешь ее креативно и красиво И... Водушевляешь людей То это круто Алекс остается последним Здесь была перестрелка у нас на миде Которая привела только к смерти Двух игроков в LDLC И потери бомбы Это 7-6, судя по всему Ну и что тут можно Поднаблюдать? Можно поднаблюдать за экономическим раундом От LDLC Ничего здесь ровным счетом не происходит Пауза взята Сидят парни базарят о том Как оно... Как оно че там? Ну и, соответственно, кстати Если читали нынешние новости По поводу МОК Которая пытается внедрить Киберспорт в Олимпийские игры И говорит о том, что Нет, они не будут внедрять Любые игры, в которых есть Убийство монстров и так далее Считают, что это, типа, не соответствует духу Киберспорт... То есть, олимпийскому и мало того Они хотят сделать только соревнования Для тех, кто будет реально, типа, на педали жать То есть, есть, типа, виртуальный велоспорт, например, да Которым ты тоже реально садишься на Реальный велос... Ну, не на реальный велосипед А вы понимаете На фейк велосипеда И жмять на педали И, типа, вам показывается Что вы куда-то там едете и так далее И об этом даже соревнования недавно были Только обдумайтесь То есть, они называются, типа, кибервелоспорт Или что-то такое В общем Я, честно говоря, даже не знаю, как это назвать На мой взгляд, еще тот формат Потому что, ну, если можно реально на велике катать Зачем катать в нем дома? Но да, это такое Тем временем, заход от LDLC Мне просто очень интересно, чем эта вся эпопея закончится С олимпийскими темами Потому что, на мой взгляд, такое себе Так, Логан Опа Опаньки Опаньки, а это нож Забрал АВП Вот если бы он еще Сергия убил Вот это был бы жесткий хайлайт Но вместо этого он просто умер И, соответственно, АВП тоже было посеяно Что печально Сергий пошел перетягиваться с межглавия на подковерье Решил, что здесь будет посеевой Потому что здесь его могут не прочесть Проблема в том, что там еще один засадный полк В виде Аманека И он тоже обойдет, соответственно, со стороны Дельпана И это будет больно И он теперь имеет инфу Сергий не чекает Ну, очень-очень, конечно, нерасторопно сыгран А с его стороны Понятное дело Пошел дэмэдж от Ариал Убивает Дудуэка Надо ставить С4 в ближайшее время Потому что ЛДЛС Ну, тут это форсбай И надо выигрывать его в салат Потому что иначе в следующем раунде Снова денег не будет Снова придется форсбайаться А это такое себе Опа! Эрил, хороший дроп Аманек В упоре с ВП Надо работать скотч в ящике Но не получается Но в конце концов Энсы разбираются С этим ретейком Кто-нибудь смотрел Последний чемпинг по FIFA Который ПГЛ делали? Я не знаю Он типа международного уровня Там что-то типа формата интернешнл Вот Ну, в общем, сильный какой-то чемпинг Официальный И спорт и так далее Циклодонна Да-да-да Господи Если вы это вспомнили Из-за моего стрима В смысле, из-за моего комментирования То спасибо вам Если из-за того, что просто где-то нашли Вот То все равно прикольно Что вы вспомнили Зачем, что вы Знаете об этом Итак 8-6 И, по-моему, здесь Ну, есть шансы, конечно, у атаки Потому что есть раскидки Какие-то минимальные Но вы понимаете, да Это эмки Вместе с Диффускитами И с маками Против просто выходящих Ну, вот так вот, да Парней Нет ГГ Это 9-6 Победа Энс на первой половине Соответственно А Манек остается Последним живым здесь Ну, опять же Энсы сами выбирали себе сторону И взять на той стороне Которую ты сам выбирал Себе 9 Раундов Только это не так много Но и не так уж мало То есть Я бы сказал, что это Усредненный результат Который В общем и целом Ничего особо сильно не меняет Из твоего комментирования Спасибо, спасибо Классно Итак, продолжаем Вторая половина LDC против фэнс На третьей карте Да, Мираж Напомню Дальше у нас будет Что-то тоже Очень-очень неплохое Такое, знаете Вдохновляющее На жизнь По-моему А, да Кинген Хироик Крепкая котуля Вот А самое время Напомнить вам о том Что надо поднять Щиты за безымит Болеть за своих Самым Быстрым Обильным интернетом От Мегафон Ну и соответственно Трансляция проходит При поддержке Так, подождите У нас тут Важно другое Важно то, что Алекс ворвался Я просто думал Что они пассивно будут Отыгрывать Но это врыв Врыв от эндс Они отлетают Один с другим Боже мой Невероятно Алекси Алекси Держись Держись Надо забрать бомбу Надо забрать бомбу Он забирает ее Вместе с Аманеком И его жизнью Диву Дувек Вместе с Алексом Пытаются войти сюда Но ничего не получается У них с коннектором Хотя опять же Можно было сыграть вместе Но они сыграли Немножечко раздельные Алекси Делают квадрокилл В этом раунде Великолепная работа От него Так вот Соответственно Трансляция проходит При поддержке Партнера MyBestContent.ru Это новый сервис Который собирает Все интересные подписки В одном месте Чтобы вы могли Быстро и удобно Выбрать для себя Зачем ты оскорбил папича Когда я оскорблял папича Братан С папичем Неполадки Только у ласта И то как бы Такое Ну и три человека Рашит миддл Верхний говорит Мы хотим Мы хотим рашит миддл Но на самом деле Это не имеет особо Никакого значения Потому что информация Это Алекс говорит Слушайте тут Раскидки на Апланете Вернитесь пожалуйста Давайте все в пятером Сьюзпов Примем этот план Тэкссэвен Чекает нинджа Убивает Алекса Пошла за руба Хаешки полетели тоже Сочно Дабл хае килл Просто Человеку награду Надо поставить здесь Так вот Сокладон Гейминг Короче продолжается Причем Что самое жесткое Что я так понимаю Что финны Не собираются У меня девайсы Ну купили ладно Один АК Вместо Мака Да Один Мак Остался Влежать Где этот Мак Куда Не дели Мак Ладно Не важно Я уже думал Знаете Будет такая Грустная Трагедия В одном Макушке Который Остался Валяться На тест На тест Никому Не нужный И Успользованный Пусть Короче Печаль Аманек С Аугом Вместе с Дву Двэком Обороняется На Б-планте Но опять же Да Но мы понимаем Что тут Такое себе Алекс тем временем Остается у нас На джангле Открывается Сергей убивает Одного Ответочка Неплохая От Алекса Но надо брать раунды Вот сейчас Надо брать раунды Уже поздно Уже поздно Пить боржоми Нельзя проигрывать Ни одного раунда Тимы ЛДЛС Должны взяться Сочно У меня больше нет Комментарий Эдгабела 6-12 Друзья Причем я уверен Что сейчас у кого-то Начинает полыхать Не только Потому что ЛДЛС Проигрывает Но да ладно Я думаю Что мало кто Поставил у них Условно говоря Но я уверен То что начинает Гореть по поводу По поводу Соответственно Кэф В смысле По поводу Тотала Потому что Тотал руинится крепко ЛДЛС не взяли Ни одного раунда На вторую половину Пока что Да Третий раунд Скажете вы мне Но Раунды могут И закончиться Таким образом Если сейчас еще Вот Ну то есть Денег сейчас нету ЛДЛС Стоит Это 6-13 Потом это Еще один раунд И если они берут И вот это 6-15 И знаете что Это ГГ Это ВП И это Ливая С Минора Сквал на Минор Да То есть ЛДЛС Не добьются Даже этого А это означает То что у них 100% будут Замены в составе Я в этом Не сомневаюсь Потому что После ухода Экзистенса Все пошло Не самый лучший формат Опять же Да ЛДЛС Кстати есть Результаты на лане На DreamHack Open Если я не ошибаюсь Они на второе место Кажется Занимали Или какое-то такое В общем В целом Они нормально Выступали То есть На уровне Тир 2 команды Да И на лане У них были А Это был Это был не DreamHack Open Это был Польский лан В рамках Исселя Не помню Что это было Честно говоря Но там Они по-моему Первое место взяли Среди 4 команд Не то что Сильный лан Конечно Но все же Чувствовались Они там нормально Но как мы видим На минорах На квалах Минору Они против Сильного оппонента Выставить не могут Против Менее сильного Оппонента Тоже И как бы Дисбенд Неизбежен Точнее Замена я думаю Одного-двух игроков Неизбежна А вот кого заменять Большого понятия Потому что Двдвк с Аманеком Только пришли И вроде как Все довольны были Тойну я бы тоже Наверное не менял Потому что Он вроде как Не так плохо В СВП Где надо посмотреть Опять же пристальнее Логан Молодой Да черт его знает Короче Алекса бы я точно оставил Алекса я надеюсь Вообще Куда-нибудь заберут Он уже пытался Играть топу В составах Но Точнее Не особо пытался На самом деле Но он со времен Он здесь кстати Один из самых старых людей То есть Тойну и Алекс Самые олдскульные парни Потому что Они играли еще В составе с Экзистенсом Причем В одних Из самых первых составов С Экзистенсом Молоду ЛС Тойну пришел позже Аманек пришел позже Логан пришел позже Двдвк тоже Как раз таки Тойну 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 Не могу найти результат Слишком много матчей Каких-то левых А напишите опять же Тойной в LDLC уже 4 года Уже года 4 Ну вот Вполне вероятно Ну это реально Очень-очень жестко Так сидеть там В одном месте Я просто Не особо помню Состав в LDLC До прихода Экзистенс По причине того Что я Ну Не смотрел на них До ИСЛПРОЛИГИ Потому что Когда они вошли в ИСЛПРОЛИГИ Соответственно Я начал комментировать Соответственно Я начал слеживать их Движения на протяжении Двух лет За его За его Сумасшедшие Совершенно Но опять же Мы все прекрасно понимаем Что на Сиро 1 уровне Он ничего не покажет Пока типа Они не сталкиваются С лановыми коллективами Да То есть Даже если Тут у нас Логан погибает Очень-очень Очень безлаберно Сыграно от Логана Сейчас Вот реально За такое можно уже Думать о том Что если вот Кикать то его Потому что Сейчас это был Свап внутри Ситуации В которой Ну нельзя было Свапаться И раунда В которой Нельзя было Проигрывать Но LDLC Уже точно не попадают На минор Победа Энн Сашер Вангар Фнатик Тайвл Я не знаю Присколько он не играет Минут Чувак Торян Выходят они Там Комбэк идет Ага Понял Понял Ну хорошо Значит есть шанс Так вот Зайва Короче Конечно хорош Но как только Виталити Начнут Выходить на ланы Какие-то Исцы Начнут вообще И Играть там Полноценные Бо-3шки Против сильных Команд Против тир-1 Команд Зайву Поверь мне Будет выглядеть Совершенно Другим Игроком Именно По таким По таким Как он Будет Больше всего Удар Он конечно Хорош Я очень Уважаю Его талант Но ему Нужна еще Огранка И еще Долгое Время Огранки Дива Дувек Ждет Свою смерть А Энс Готовит Атаку На бэ На самом деле Ну Он дождался Своей смерти Опять же Ну Попытался Сыграть На неожиданности Вот это Вот все В конце концов Начал шмалять Смог Получил По щам С двух Калашей Вы сами понимаете Шансов у него было Не так много Моуза не лановый Коллектив Не Ну Это Я говорю тебе О нормальном Так сказать Процессе Да То есть Во первых На ланах А Моуза играли На онлайне Это раз Во вторых Соответственно Нужно посмотреть Прогрессию То есть Если он на несколько Ланов съездит И будет мочить Как киньес В хорошие времена Я скажу Вот это да Но этого не произойдет На 90% Да ЛДЛС Вайт ЛДЛС Был Я помню Да Но опять же Видите сами Что в конце концов После ухода Экзистанса Это единственный Состав ЛДЛС И он Вообще не играет Ну как Вообще не играет Играет Но Не на том уровне Чтобы бороться Сенс То есть Опять же Да Игра без борьбы Первая карта Хороша Вторая Вообще Не о чем Третья Совершенно Не о чем И Ладно На нюке Я все прекрасно Понимаю Может ты его Не особо хорошо Играешь Хотя Опять же С Эдисенсом Они его исполняли Но Не мейжеры Не мейжеры Пожалуйста На мейжере С вами разный Формат проведения Поэтому На нем сложно Что-то выяснить Слишком много Бест оф 1 И слишком мало Бест оф 3 Потому что Ну соответственно Вы сами понимаете Почему Только плоров Ведь Бест оф 3 И их мало Ну вот Я хочу чтобы он Выехал Условно говоря На Ем Там Какой нибудь Не мажор На Иссопр лигу На Дримхак Мастерс Вот примерно Туда И соответственно Показал себя Против тир 1 Коллективов На ланах На бест оф 3 Сериях Хотя бы штуки 3 Например Вот играл бы 4 Вот тогда Можно было бы что-то Говорить О том что Вот да Реально сильный чел Посмотрим Что будет он делать дальше Да Ну вот И желательно Чтобы этих ланов Было не один Вот Вопрос в другом Смогут ли Виталии Куда-то выйти Вообще В своей жизни Потому что Ну мейжер это мейжер Там В смысле Я имею в виду Челленджер Да Формат Ну выйдут они на челленджер Скорее всего С челленджера Не факт что выйдут Хотя опять же Может быть Кто знает О Вот выкидаются На трупы Довдувека И НС опять же Ну тут уже нечего Рассуждать Да Здесь ГГ вообще Тотальный Здесь нет игры Здесь нету Вообще ничего Это Не та мапа Ради которой Вот мы сидели Ждали Когда же будет Третья Вот это вот Все Да То есть Ну такое Такое ощущение Что ДДАС 2 Это такая Чисто Случайность Что НС Ее приграли Там пару-тройку раундов Явно было Очень-очень Сумасбродных От них Алексием Езжает От Тойна Тоже погибает А Манек До свидания Вместе с Алексием Сейчас будет 2 На 4 ситуации В которой Ну Ну Ты сами понимаете Хотя Окей Камбэк Израэль Или что это Все-таки с Алексием Молотов Опять же Развязанные руки У Энс Наоборот У ДЛС Соответственно Каждое движение Сейчас стоит раунда Стоит игры Стоит Всего матча Ну да Сергей Они победят Это 7-15 Дримхак Атланта Который они выиграли Дримхак Атланта Это не Тир-1 О всяком Сейчас бы говорить То что мы Отвечаю рассуждение О всяком О зайву Это о всяком Серьезно Ты это хочешь назвать При счете 6-15 Сиресли Уважаемый Это очень Это очень Своебразный Маневр Это не Команда И ясно Будучи молодым Потому что Обычно Команды Вообще играют Три молодых Два старых Ну это Примерно Средненький Такой состав Обычный Вот Два опытных Три молодых Бывает Три опытных Два молодых Вот Но здесь Конечно Опять же Нужно Чтобы Неплохо Было бы Чтобы Помимо зайва Появился Еще один Зайву В конце концов Сергей не поставит Здесь бомбу ЛДЛС Начали хорошо Раунд 4 килла От тойного Поздравляем его 8-15 Но пока Даже камбэком Не пахнет Вот Опять же Продолжаем смотреть Соответственно Девятый Раунд Так я здесь Соленую напоминаю Что я читаю Чатик Стараюсь Отвечать На какие-то Вопросы Связанные С игрой Или с Киберспортом В принципе Алло Убивает Тойну Логан По коврами Хороший Спрей По одному До свидания От Сергея И соответственно Три человека Про четырех Поставить Все четыре Легко И ненапряжно Минус Икс Севен Соответственно Подобрать ЭВП Сыграть Против Алексия Не получилось Двдвк Вместе С Аманеком Ну тут Как бы Вопрос К Аманеку Да Он сейчас Может вытащить Раунд А может Его и Подзалить Алло Оставить С четыре Пока Смог стоит Можно это сделать Интересно Что они А то есть Надо перебежать Сейчас Надо Аллу сейчас Бежать Просто на Мидл По-хорошему Но у нее Не получится Это сделать Смог Есть Стипуски То есть ЛДЛС И должны Выиграть Этот раунд По логике Вещей Если только Алло Конечно Не сообразит Что-то невероятное Но нет Нет Промахнулся Его добили Это девятый раунд За его попав В тир один команду Не отыгрывал бы На этом уровне Даже себе Не представляешь Какой большой путь Нужно пройти Чтобы на тир один уровне Играть Зусловно говоря На сцене Будучи даже Топовым чуваком Это правда Очень-очень Долгий период При этом В всем тебе Еще нужно Чтобы у тебя В команде Были такие челы Которые могут Тебя к этому Адаптировать А не просто бросить В зарубу Если ты посмотришь За Все это время Есть столько Там не знаю Один-два человека Которые По-настоящему Быстро адаптировались К сцене Игре на тир один уровне Но Это Исключительно Единицы И при этом Вся намного больше Это зависело Именно от того Что в команде Есть определенный Настрой Который позволяет Этому игроку Раскрываться На лестнице Времени Размен один на один И он сейчас возьмут С эзэхами Походу Да Они продолжают Обузить аплент Бесконечно Ставя на него Бомбы Иксэн решил Пропушить Получил много Дэмэдж 14 хп у него Осталось Лоу Че происходит А че он Просто тупо Него не запушит Че из шорта А бомб все еще Кстати не поставили Я так понимаю Снесли бомбера Поэтому Сергей Останется последним Здесь на танцполе Погибнет Ну и только не сделает Конечно квадрокилл С 11 хп Но сомнительно Ну парни там Вас явно любят Из тех кто поставил Тотал ЛДЛС Стараются Трайхард Но они опять же Да почему они Трайхард Потому что нужно Потому что если они Сейчас проиграют раунд Они вылетают Сквал на минора Вылет сквал на минор Не даете минора Если ты не выезжаешь На минор Ты не имеешь шанса На то чтобы выйти На челленджер А если ты не получаешь Челленджер Не получаешь возможность Войти на мейджор Короче все очень жестко Не так ли Вот И понятное дело Что ЛДЛС Трайхардят Как из последних сил Потому что ну Надо выжить все Надо выжить максимум И Приграть без боя Это реально ГГ и дисбанд Приграть с боем Ну Можно еще будет подумать Что из вас Получится здесь Так Так Тайну Халдометр Воду закидывается Соответственно Сергей Остается у нас на апах Этот комментарий Под названием Ты так говоришь Как будто все челики Круты В тир 1 командах Максимум 2 человека Оооо Это ты походу Не застал времена Фнатик И дело не в том Что Фнатик играли круто А в том что Игра тогда была Совершенно другой Вообще Диаметрально Противоположной По своей мете Так Тем временем у нас Выход от Аэрила Вместе с Х7 Он 2 кила Пошли Надо Нас закинуть смок Нас закинуть смок И поставить С4 И вот туда все будет хорошо Дуйну Со спины кстати Дув Дувек И Дув Дувек Может перекрыть сейчас Проходку Сергию Да Среагировал Молодец Он поставлен Х7 Теперь Аэрил У нас важнейший игрок Потому что по Х7 Понятное дело И синфа Ему тут надо просто Вертеться Крутиться Как шар голубой Причем самое жесткое Что да У него есть инфа Что с ямой противник есть Эрил просто будет играть На то чтобы Сохранить позицию На джангле И возможно потом Отхлопать Выходящим Оп Оп Сапдаун Отчекнули его Ну теперь есть инфа И по одному И по другому Теперь дело техники Для ЛДЛС Выбить дисплейент Получается убить Эрила Но остается Х7 Х7 тоже добьет Аманек Трипл килл Молодец Так вот Что касается Соответственно Времен кунтерстрайка Существовали Существовала определенная Ситуация В которой Все играли просто От скилла Да Абсолютное большинство Раунды были простейшими Идеи аркадными Все было вот Ну на уровне Ну совершенно другом Если взять именно Макро игру Если взять раскидки И так далее Потом просто пришли СК И потом Астрали Соответственно сверху И все Все поменялось полностью И теперь как бы У тебя 5 человек Круто не стреляли На самом деле Далеко не все из них Будут хорошо стрелять По одной причине Что ты не можешь Хорошо стрелять Если игра идет макро Да И хайлайты сложно делать Если тебя закидывают Всем Если противник Идеально все Играет с точки зрения И движения И соответственно Закрытие углов Чека Раскидок И так далее Если ты посмотришь Олофмейстеровские хайлайты То абсолютное большинство Из них Ты увидишь Насколько же Много было Факапов Для нынешней меты Для той меты Но для того времени В принципе По таймингам Все было совершенно По другому Все было попроще И поэтому Удается делать 1 на 5 Да Айсы Например там В клачах Вот Потому что Люди играют по другому Здесь соответственно Ситуация Немножечко другая И Ну как не немножечко Кромешно другая И тогда кстати В Афнатик играли все Абсолютно И типа не было ситуации В которой Ооо Что там Один жесткий олог И так далее Там абсолютно все Мочили как хотели У нас тем временем Быстрый выход от Энса Они потеряли 2 на миде При помощи той Но Амонек добавляет И Алекс пришел на помощь И на бэплин Себе ничего не получается У Энс Ну че Энсы могут залить Это на самом деле Будем честны Они могут Отзалить Это в салат Потому что 13-5 Тимил ДЛС Напомню До 15-го раунда Не брала Ни один раунд На защите Я имею До того момента Как Энсы Они взяли 15 Крепко Трава была зеленее Нет Сейчас намного лучше Игра И именно поэтому Можно сказать Что на самом деле В топ-1 командах Ну там В топ-5 допустим Горя команд Играют сейчас все Абсолютно сильно Бывает Бывает конечно Проседание И так далее Но я имею ввиду Уровень только возрос По множеству вещей Тем временем Иг-7 Себа пошла под Эльпу Но рядом Играет Алекс Опа До свидания Просто Ситуация другая Эрил Миссисал И Сергей 3 на 4 И Ну здесь надо уже Понимать Прекрасно Что Тут как бы Вариантов просто Ноль Да Тут просто 100% ноль Эрил Остался последним Его здесь добьют Эрил Кстати в этой игре Не чувствуется 16 киллов у него Хотя было Пару-трех Крутых раундов У него Позабрал Но Аманек Его добьет 13-15 И друзья Еще два раунда До камбэка До топов Фух Да Вспоминаем На самом деле Тот самый момент Тот самый момент Последнего раунда Который Энс Могли закрыть Я имею ввиду В смысле 6-15 Когда был счет Когда Соответственно Ситуация была 2-4 И Мне в пользу Энс Они ставили бомбу И так далее И там Налажали И Все поехало Обратно Всего лишь Одна ошибка Друзья Что ж ВВП Он там Анака И тойну ВВП у нас Оталу Молотов Если вы не понимаете Был кинут Для того Чтобы заблочить Смог В том случае Если бы он был Был бы Вообще Энс Вы решили Не использовать И вот он Вот он Контрпуш От LDLC Приносящий Минус 1 И Еще и Лоу ХП Для ДВДВ Кажется Крайне неприятно Конечно Эрил тоже Правда Красный Остался Но Это все еще Совсем не то С чего ожидали LDLC От подобного Пуша При этом Все интересно То что они Решили Что это Заход на Б Энс Пока Еще нос Не показывают Энс Пока Вообще Не выдают Никакой О себе Информации И Три человека На Б У них На смысле В LDLC Молотов Чек И Самый проступо Стоит и халдит Ему Ну тут Особо Не хочется Ничего делать И вот Пошел его Кушать И выбивает Его Заснул Заснул Барниша При том что Слышал На самом деле Идеальная X7 Но Видимо Из-за того Что Молотов Горел Еще что Такое Болтал В этот момент Отлегся И Соответственно У него Получилось Здесь умереть Хотя Ситуация Была явно Неумираемая Но тем временем Выносит Еще и Аманека Возможно Именно он Является Флагманом Команды Которая Должна Позволить Да Да Походу Именно он Будет тем Человеком Который Выиграет Раунд Для Энс И Тима LDLC Прощается С нами На квалификациях Логан Прости Что ж Друзья Прощаемся С LDLC На этой Замечательной Ноте На квалификациях Поздравляем Энс Тем что Они выходят дальше А мы отправляемся На отдых